Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позиция в студии Юрий Борщ. У нас сегодня в гостях Александр Рудь, владелец ресторана Пробка, и Олег Олешко, арт-директор ресторана. И наша сегодняшняя тема, собственно говоря, о планах ресторана Пробка на ближайший месяц. Давайте начнем с того, что о концерте группы «Скрябин», которая состоит с 17 августа в честь дня рождения Андрея Кузьменко, ну все слышали об этом. Почему именно Пробка решила организовать такой концерт? Ведь по большому счету, ну как, я даже не знаю, насколько «Скрябин» популярен был здесь, в Восточной Украине, и такие концерты могли бы вписаться в заведения, наверное, более, были органичны, например, в заведениях Львова, либо Киева, либо Харьков тоже держит марку, и все-таки здесь есть фанаты Андрея Кузьменко и группы «Скрябин». Ну, вы знаете, я вам скажу, что «Скрябин» очень любит Харьков. И Пробка — это единственное первое заведение, которое провело трибют-концерт, посвященный Дню памяти Андрея Кузьменко. Мы это сделали через несколько недель после этой трагической гибели музыканта. И людей было очень много. Мы сами даже не ожидали, что такое количество людей знают песни, подпевают. И я считаю, что Харьков и Пробка — это то самое место, где нужно. Мы просто обязаны были провести день рождения Кузьмы с группой «Скрябин», с теми музыкантами, которые с ним прошли этот творческий путь огромный, колоссальный, которые могут поделиться, могут поделиться эмоциями, могут рассказать, как это было. И мы с ними много раз общались на эту тему и получали огромное удовольствие от этих воспоминаний и историй с Кузьмой. Поэтому я считаю, что Харьков — это тот самый город и Пробка — то самое место, где этот концерт должен с 17 августа пройти. Инициатором выступила именно ресторан Пробка. Конечно. А кто, если самое первое заведение провело трибют в городе? Это заведение. И должно отмечать день рождения и проводить мероприятие от такого плана. Вернемся немножко, давайте, на три года назад, во время открытия ресторана. Уже три года почти исполняется заведение. Рассматривая вот эту ретроспективу, насколько Вы оцениваете пробку, которая была в тот момент открытия и сегодня? Что изменилось? Ну, три года назад пробка была таким маленьким грудным ребенком, совершенно другим рестораном, на самом деле. Конечно, она очень изменилась. Не меняться нельзя. Не только... В принципе, нельзя не меняться. В наше время невозможно не меняться. Знаете же, да, что хочешь оставаться на месте, пожалуйста, побыстрее беги. Пробка кардинально изменилась, но эволюционно, не резко. Мы начали вводить, начинать концертную деятельность, мы построили сцену, мы немного набрали обороты. И сейчас, на сегодняшний день, я думаю, что пробка известна уже каждому харьковчанину, потому что мы проводим очень активные эвент-мероприятия и, конечно же, проводим концерты известных украинских рок-групп, проводим трибюты известных рок-групп украинских, российских, там, зарубежного рока. Она очень изменилась. Сформировалась уже какая-то лицо и какая-то главная фишка ресторана? Да, конечно. Неизменным в пробке остались очень высокий уровень кухни и сервиса. Изменилась эвент-составляющая пробки. Сформировался наш гость. Это человек, который ценит качество обслуживания и хорошую интеллектуальную музыку. Давайте перейдем к следующему вопросу. Олег, смотрите, в продолжение того, что говорил Александра, три года существует ресторан, и три года харьковчане уже узнают с каждым новым уикендом, ну, в основном люди приходят чаще всего в заведения пятницы, суббота, воскресенье, с каждым новым уикендом узнают все больше и больше. И, собственно говоря, дяблоку негде упасть порой, то есть мест нет. Олег, какие вечеринки или мероприятия в пробке пользуются наибольшей популярностью, что, собственно говоря, любят харьковчане? Вы знаете, уже так получилось, что мы сами сформировали своего гостя, своего слушателя. И вечеринки, они разные, как сказал Александр, абсолютно верно, там и русский рок, и украинский, и зарубежный. Почему-то в большей степени пользуются популярностью, конечно, трибюты группы «Ленинград». Я не знаю, с чем это связано. Видимо, ну, то, что нельзя говорить там дома при детях, да, и на улице, можно прийти и послушать на концерте. То есть мы с огромным удовольствием проводим эти трибюты. Это всегда большое количество людей, это всегда очень весело, радостно и креативно по-своему. Очень хорошо проходит всегда трибют группы «Океан Эльзы». Потому что украинские песни, они как не крути, а являются самыми мелодичными, самыми красивыми. Вот, Скрябин атрибюты всегда, это полная посадка, это всегда атмосфера такая дружеская, очень теплая, классная. Хорошо проходит Цой. Вот Виктор Цой, группа кино, это то, что осталось, независимо от того, в каком это было государстве, тогда это была наша общая музыка, музыка прошлого века. Но, тем не менее, песни Цой, он как, как говорится, как инопланетянин, человек, который пришел откуда-то оттуда, то есть подарил людям эту энергию, подарил эти тексты, которые абсолютно не подлежат никакому времени, никаким политическим взглядам. А музыка нового времени дает возможности реализоваться молодым музыкантам? Конечно, более того, мы такие команды приглашаем, приглашаем пробку. Были группы Sky, группа Tartac, группа Друга река, мы вот ожидаем в ноябре, 9 ноября приезжает Друга река повторно в пробку. И вот эти команды, это новая музыка, музыка нового поколения, очень интересная, очень прогрессивная. Я думаю, что нашим командам молодым и харьковским, и украинским есть откуда подчеркнуть эту музыку, эти идеи музыкальные, развиваться. Я считаю, что надо писать свою музыку на украинском языке, и в этом есть смысл. Ну не только на украинском, нужно писать просто качественную, хорошую музыку. Да, хорошо, исполнять хорошую, качественную музыку, абсолютно верно. Которая найдет отклик в душах, в сердцах новых клиентов и посетителей, гостей, да, не совсем правильное слово клиента. Принета говорить гостей. Гостей, гостей вашего ресторана. Ресторан это больше, чем место, где люди кушают, да, это больше, чем общепит. Мы знаем, что пробка, в отличие от многих других заведений, выполняет такую серьезную социальную функцию. Александра, как вам пришла такая идея проводить благотворительные аукционы прямо на концерты? Насколько она, опять же, нашла отлик в сердцах гостей? Что из этого получилось? Ну, вы знаете, это вообще не идея Акреда. Всегда была моя. У нас пробка не первый проект, но всегда у нас был под патронатом детский дом от Радны. Мы всегда помогали. Когда мы открыли пробку, это было априори перенесено в следующий проект. А впервые мы это сделали на трибют концерте группы Скрябин, о котором говорил Олег несколько лет назад. Потому что, ну, Скрябин, он был сам меценат. Он заботился о людях, он часто оказывал благотворительные концерты, для него было нормой. Чтобы у нас даже не стояло вопроса. И впервые мы устроили аукционы, сбор средств в поддержку детского дома от Радного тогда. И как-то это стало у нас уже традицией неоговариваемой. Все звезды, группы, которые приезжают к нам на концерты, они очень с легкостью поддерживают это. Привозят сувениры какие-то, которые мы тоже продаем. Привозят выручить. Насколько публика все-таки щедрая и понимает, что, знаете, как совмещать развлечения с благотворительностью, это норма, это европейская норма по большому-то счету. Вы знаете, гости пробки к этому уже давно привыкли, относятся к этому прекрасно. Они не только могут купить что-то на аукционе, они только могут пожертвовать какие-то средства, они могут обменять свои бонусы на деньги в счет благотворительности. И, ну, для пробки это норма. Это уже нас не удивляет давно. Вернемся еще к вашему дню рождения. Я так понимаю, откроется, скажем так, новый сезон с концерта группы «Скрябин». Какие концерты вы еще планируете проводить в сезоне и будет ли какая-то группа в честь вашего дня рождения? Ну, конечно, 15 сентября мы ждем ребят, группа «Танок» на Майдане Конго. Мы уже готовимся к этому мероприятию, мы готовимся также к открытию сезона. Вы все правильно сказали, потому что осенью это огромное будет созвездие команд, которые приедет из Киева. Например, мы ожидаем новый проект, который называется «Испания». Вот, так что, если кто не знает, загуглите, послушайте, это интересно. Ждем группу «Поющие трусы». Ну, все знают вокалистку группы «Скрябин» Олечку и ее коллег по цеху, которые, я думаю, смогут порадовать всех мужчин, парней, мужское население Харькова. Это будет весело, эпатажно. Ну, и, конечно же, концерт группы «Друга река». Нам очень понравилось то, что происходило весной, когда приезжала эта команда. Это было классно. Это было весной, да? Весной в апреле. Весной, точно. В апреле. То есть это было Драйвова, Валерий Харчишин. Это, да, это... Собственно говоря, будет эпатажно, будет весело, и пробки будут летать в потолок, по большому счету. Любой бизнес – это, прежде всего, люди. Вот, когда это не первый ваш проект, ну, любой проект невозможно осуществить без команды профессионалов. К сожалению, сколько мы сталкиваемся, я в своей деятельности сталкиваюсь, найти профессиональных людей, или хотя бы людей, которые крепкие, таких среднячков, ну, довольно-таки сложно. И, тем не менее, Александр, что для вас означают люди, с которыми вы работаете, ваши коллеги, и как вы подбираете нужных людей? Ну, вы абсолютно правы. Люди – это основа любого проекта, любого бизнеса и, собственно, основа нашей жизни. Как мы подбираем людей, вы знаете, мы скорее возьмем на работу не профессионала, а очень хорошего человека, готового учиться. Это прежде всего. И как-то вот вокруг нас формируется та команда, которая болеет своим делом, болеет пробкой, живет пробкой. Наверное, те, кто к этому не готов, они уходят сами. А те, кто готов с нами врываться, идти в бой, жить этим проектом, вот они остаются. Нет никакого особого секрета. Если человек, он либо загорелся нами и с нами, либо он не загорелся и ушел. Ну, корпоративный дух вы каким образом поддерживаете? Вы знаете, я не могу сказать, что мы проводим какие-то там тимбилдинги, мероприятия, тренинги. Да, все это есть, конечно, это стандартно. Наверное, корпоративный дух мы поддерживаем прежде всего своим примером. Тем, что мы сами постоянно находимся в пробке, зажигаем людей, сгорим сами этим проектом, работаем в нем, поем тоже в нем. Ну, собственно говоря, живем этим проектом. Каким образом топ-менеджмент занимается проектом, есть на кого равняться, есть к какому уровню идти. Вот последний вопрос, вернее, даже предпоследняя часть программы. Хотелось бы услышать у вас двоих планы на будущее. Некоторые вы уже нам озвучили, рассказали. Какие-то эксклюзивы приготовили для Харькова, то есть помимо того, что уже мы сказали об этом эфире. Да, вы знаете, мы до нашего дня рождения очень сильно изменимся. Мы изменим дизайн ресторана, мы изменим логотип, название останется тоже. Это можно сказать уже о ребрендинге немножко, или рестайлинге, наверное. Рестайлинг, да, ребрендинг. Это все-таки замена логотипа, замена названия. Название мы менять не будем, этот бренд уже известен харьковчанам и не только. Вы знаете, что мы уже за неполных три года дважды попали в национальную премию «Соль» в девятку лучших пивных ресторанов Украины. В этом году нас опять приняли к участию в этой премии, поэтому, конечно, мы не будем менять всем известное название. Но мы очень сильно, кардинально изменим атмосферу в ресторане. И я еще раз повторю, что неизменными останутся уровень кухни и сервиса, событийного направления, но внешне мы изменимся. Это будет такой эксклюзивный для Украины проект. Олег, в чем будет эксклюзивность и вон составляющая? Не открой. А, да? Ну, эксклюзивность будет состоять в том, что он будет единственным, ну, в Харькове, скажем так, по звучанию, по внешнему виду, ну, и, конечно же, по концертам, которые там будут проводиться. Мы не хотим уходить в какую-то там попсу, да, или в что-то еще. То есть это будет больше, скажем так, музыка ближе к року. То есть рокового направления, рокового направления. Поэтому все, кто любит музыку в стиле рок, добро пожаловать в пробку. И напоследок мы приготовили для вас небольшой блиц-опрос. Это короткий ответ, ну, вы понимаете, блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Если вы готовы, вопросов немало, что успеем до конца программы мы озвучим, начать начнем. Начнем. Александра, гость всегда прав? Да. Олег, вы часто врете? Ну, если это не мешает жить. Александра, бренд, которым вы восхищаетесь, который берете пример? Их много. Nike, Apple, Adidas, их много. Если бы вам дали 3 миллиона долларов, на что бы вы их потратили на курсе иру деятельности, только вот честно, вот что первое приходит в голову? Ну, я бы, наверное, их потратил бы на то, чего нету в Харькове. Возможно, это вопрос уже очень сложный. В первую очередь, наверное, я бы их потратил на благотворительность, на какие-то, возможно, детские дома, на людей, которые болеют и требуют поддержки финансовой. А то, что осталось бы, возможно, вложил бы в что-то новое. В новые стили музыкальные, в новых музыкантов, в новое оборудование. Вот, наверное, так бы, да. Александр, вы вредите в гороскопы? Нет. Олег, как поймать удачу за хвост? Если хвост у удачи существует? Ее не надо ловить удачу. И нужно просто быть честным, и она к тебе спокойно сама так прыгнет в карманчик. Какие качества? Доверчивость или осторожность вам более присущи? И что вы выбираете из этих двух? Доверчивость. Надо быть осторожнее в бизнесе. У нас такой сложный украинский бизнес. Согласна. То же самое вопрос. Простодушие или хитрость? Простодушие, скорее всего. Хотя очень сложно. Неправильный вы бизнесмен. Хитрить нужно, конкурировать жестко. Не получается, к сожалению. Может быть, наоборот. Может быть, успешным станет тот, кто открыт добродушек. Математики от обратного пойдем. Консерватизм или стремление к переменам? Переменам. Собственно говоря, мы об этом и говорили сегодня. Олег, что больше, более предусудительно, иметь любовницу или уклониться от службы в армии? Вопрос очень интересный. Я как человек, который... Смотря кто смотреть будет. Да, смотря. Я не как человек, который... У меня была военная кафедра в институте. Я не был в армии. Я знаю, что там, в принципе, очень интересно. Но, как бы, иметь любовницу надо попробовать. То есть, уклониться от армии я, как бы, прошел военную кафедру, не попал в армию. А вот любовницу стоит завести. Александра, что делать, когда делать ничего не хочется? Вот, при этом, уставшая, вот, все достала, все эти посетители группы, или такого не бывает? Ну, собственно говоря, бывает же у меня такое? Конечно, бывает. Что делать? Почитать. Вот, следующий вопрос, Олег. Какую книгу вы читаете? Ой, хорошие вопросы. В основном читаю новости. В интернете, в вашем. Ну, не книга. Ну, для кого как. Для меня это как книга. Я хочу быть в теме и понимать, что в городе происходит. Ваша стихия? Огонь. Огонь. Какая профессия, по-вашему мнению, самая перспективная, профессия будущего, Олег? Они все перспективны, если это профессия, когда ты идешь на работу и понимаешь, что ты хочешь туда идти. Абсолютно независимо кто ты. Фрезеровщик, музыкант, директор, или там слесарь, айтишник, без разницы кто. Надо идти и кайфовать на работу. Вот вы, когда идете на работу, что вы чувствуете? Разные ощущения, смотря в какое время суток я на эту работу иду. Ну, вы домой идете, вы домой возвращаетесь, понимаете, удовлетворение есть у вас от работы? Да. Значит, она вас удовлетворяет. Да, в банкерский счет пополняется определенная сумма денег. Ну, это я в области. Безусловно, конечно, творческая реализация должна быть. Человек должен идти на работу и улыбаться. Это очень важно. А что у вас не вызывает улыбку в Харькове? Что вам не нравится в Харькове, Александр? Не нравится? Наверное, то, что еще не все дороги у нас в идеальном состоянии. А так в целом уже Харьков... Ну, судя по другим городам, я скажу... Там еще хуже. Харьков. Да, нет, но Харьков прекрасно развивается. Вот, может быть, раздражают еще некоторые улицы, которые не успели сделать. Я верю, что это делается. Меня раздражают внутридомовые улицы. Вот здесь бы нужно, скажем так, не пересылать одну дорогу по пять раз за сезон, а сделать... Ну, это такая социальная такая... Я с вами согласен, абсолютно. Есть дороги, которые еще вполне были удовлетворительны для езды. Зачем их переделать? Лев, вы богатый человек. Конечно. В чем заключается в вашем обладательстве? В душевном состоянии. Александр, а что главное? Делать вещи правильно или делать правильные вещи? Правильные вещи, конечно. Олег, нужно копить на что-то, либо взять кредит и пользоваться этим сейчас. Нужно зарабатывать больше. Ну, вопрос дальше в продолжении нашей денежной тематики. Понты дороже денег? Понты вообще не нужны. Они дешевле воды. Главный секрет успеха, Олег. Удачи. Александра, почему столько ресторанов закрываются в первый год своего существования? Это действительно такой конкурентный бизнес, не все выдерживают. А пробка три года, и у вас большие планы на будущее? Ну, тому две причины. Во-первых, есть четкие экономические причины. 70% ресторанов закрывается в первый год. Вот от этого не уйдешь. А причина тому, ну, непрофессионализм, аматорство какое-то, возможно, переоцененные возможности. Часто в ресторанный бизнес приходят люди, которые хотят вложить какие-то свободные деньги, либо построить ресторан для себя. Это все-таки… Хобби, да? То есть, некоторые рассмотрели. Все-таки ресторанный бизнес, да, это бизнес эмоций, но это бизнес. У него есть свои законы и своя математика. Олег, где вы проведете отпуск летом? Ну, он уже экватора прошел, тем не менее. Ну, тут на самом деле сейчас необязательно его проводить летом. Главное, когда будет свободное время. Пока его нет. Сейчас надо доводить пробку до того состояния, которое планируется. Да, и как только появится свободное время, я думаю, что его абсолютно не важно, где ты его проводишь, главное с кем, в какой компании и насколько тебе хорошо. Его можно провести даже в Харькове, отлично, отпуск. Александра, вот целый день на работе, вы подаете пример сотрудникам, персоналу, заводите гостей, то есть вы в основном в динамике. Иногда хочется просто помолчать, молчание, по-моему, это золото? Конечно, золото. Вы знаете, я после того, как открыла пробку, практически не слушаю музыку ни в машине, ни дома, я не включаю телевизор. Действительно хочется тишины. Перенасыщенность определенная есть, да, вот это. Не устаете? Я бы не сказал, что это перенасыщенность, это просто переключение. А устаем мы все. Олег, если бы вам разрешили изменить только одну лишь вещь в мире, что бы это была за вещь? Я бы хотел, чтобы не было в мире войн, чтобы люди не воевали, а был мир, дружба и взаимопонимание. И музыка. Александра, последний вопрос, что вам ближе, дарить или получать подарки? О, дарить, конечно, обожаю. Больше эмоций получаю. Ну, собственно говоря, в новом сезоне вы подарите много эмоций харьковчанам. Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас в гостях была Александра Руди, владелец ресторана Пробка, и Олег Олешко, арт-директор ресторана Пробка. Я же прощаюсь с вами. До следующего эфира. Редактор субтитров А.Семкин